Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Продолжаем говорить о жизненной миссии и моральном авторитете. Итак, увязывая моральный авторитет и нашу жизненную миссию, я хочу подвести некий, знаете, обобщающий итог. Недостаточно обладать призванием, понимать его и понять, принять его от Бога. Очень важно в связи с отцовством, очень важно как бы показать это призвание, определить его, не просто знать, что я призван дойти до той цели. Нет, важно обосновать это призвание для того, чтобы вся семья понимала, вся абсолютно семья понимала, кто мы и куда мы движемся. В моей жизни, например, я священник, я пастор, я несу служение в церкви, и вся моя семья понимает, что наш дом, мы служим Богу в этом. Это знает моя супруга, это очень хорошо и четко понимают мои дети. Мало. Чтобы мы сами это понимали. Важно, архиважно, очень важно, невероятно важно, чтобы мы сформулировали и определили эту цель для нашей семьи. Я часто встречаюсь с мужчинами, которые, понимая, что у них есть некое призвание, не удосужились объяснить это своим детям. Не удосужились формулировать это и принести в семью, любимые. Мы движемся вот в этом направлении. Мы должны идти сюда, и мы будем это делать. И когда мы это делаем, семья объединяется. Даже если кто-то из наших домочадцев не совсем согласен с этим, у них по большому счету в определенном смысле нет выбора. Допустим, если вы доктор, если вы врач, если вы адвокат, если вы, я не знаю, милиционер, то ваши дети – это дети адвоката, врача и милиционера. Ваша жена – это жена адвоката, врача и милиционера. Но знаете, что для тебя является твоя профессия? Если ты просто адвокат, то ты адвокат, допустим, с 9 утра до 5 вечера. Но когда это твое жизненное призвание, то все 24 часа в сутки ты адвокат или ты доктор. И тогда твоя семья, она понимает, что наш жизненный путь – это помогать людям быть, помогать людям найти справедливость, защищать людей, лечить людей, спасать людей. Вот то, о чем я говорю. Итак, если вы хотите, чтобы ваше призвание было не просто вашим и вело к достижению Божьих целей, но и формировало вашу семью, вам необходимо его сформулировать и определить, чтобы ваша семья понимала, каково наше призвание.